итак всем добрый день как и обещал мы сняли ремни на митсубиси pajero спорт тринадцатого года сняли также все ролики и сейчас хочу вам продемонстрировать каком это все состояние было и так 100000 пробега просто смотрел я одно видео по youtube там парень показывал ремень генератора после 100000 вот он кстати ремень генератора там были такие трещины что просто такое впечатление что я не знаю на танке он стоял или что вот смотрим сейчас идентичный вариант ремень как видите оригинально до какой стороны тут вот так он будет лучше да вот митсубиси написано и номер ну вот берем этот ремень сгибаем и вот кроме таких небольших еле заметных можно сказать даже которые вообще никакой роли не играют в работе этого ремня вот я не знаю видно не то есть он вообще можно сказать идеально новый ремень точно также загибаешь и точно такая же структура этого ремня вот видите совсем близко показываю вот это ремень после 100000 ну так так где тут можно переживать что с ним что-то случилось ли или уже пора его там не знаю откуда там парень который в ютюбе показывал такой ремень у меня там были по 4 наверное по 3 миллиметра трещины где он их набрал этих ремней это конечно сложно сказать вот пожалуйста еще раз показываю состояние ремня просто отлично это еще раз подтверждает что менять ремни на 60 тысяч там и не знали насколько некоторые люди на 70 меня это можно вполне быть спокойным ничего не случится вот этот ремень посмотрим зубчатый ремень который собственно самый основной да вот я вам показываю его состояние видно да в любом месте смотрим загибаем и мы видим что замечательный ремень я бы назвал его прямо так много ничего нет никаких трещин микро трещин что-то еще подобного ничего нет вот видите это самый главный граемовский ремень ничего вот два ремня мы осмотрели так третий ремень вот такой поменьше тоже где он там стоит я не особо знаю конечно но но стоит вот опять же мы его рассматриваем я бы ну реально назвал бы его тоже на твердую пятерку ремень ничего такого на нем я не вижу например может кто-то другой увидит и покажет но я я не замечаю там никаких не микро трещин еще то есть он реально в нормальном состоянии он мог еще ездить и ездить это однозначно вот еще ремень такой длиннючий смотрим на него тоже вдоль протягиваем ну и что где обещанные вообще трещины где обещанная бахрома которая на ремнях там которая уже там проехали как будто бы 100000 где это все еще нет автомобиль проехал 100000 и автомобилю три года больше того скажу я на нем разгоняюсь 180 185 по автобану без всяких жалости к двигателю или расходу топлива мотор двигатель такие держит перегрузки что я не знаю наверняка бы все бы сжалились но я считаю если у тебя есть автомобиль ты должен просто ездить на скоростях те которые тебе подходят на тех скоростях ну и плюс то что все таки я еще езжу на этом автомобиле по горам вот вы ремни мы отложили все то есть понимаете да это все ремни не то что я там ездил по городском режиме там 50 80 километров в час это все реально 100000 из них проехал из 100000 где-то тысяч наверно точно половину 50 я проехал по автобанам как я сказал просто 180 километров в час я думаю что не каждый из вас наверняка согласится так кататься как бы думая что дизель не любит больших оборотов там вообще страшно ничего подобного едет она вообще изумительный как видите все целое вот теперь смотрим на подшипники на эти на ролики ну ни один из них не шумел не пищал не свистел это раз никаких на них трещин не видно все они вот это вот кажется что трещина на самом деле это просто такая черная сажа вот вот такой вот еще раз говорю никаких писков свистов ничего не было вот крутим он нормально себе крутится никаких деформаций никаких вообще по этому поводу у меня нету никаких претензий к автомобилю это еще раз доказывает вот этим роликом я очень хотел бы доказать всем это уже ну реально доказать то что после 100000 то есть до 100000 вы можете спокойно ездить на автомобиле не заморачиваясь типа 60 тысяч или 70 нужно менять но как я говорил я ездил по 200000 на вот этих вот ремнях вот точно не на таком же автомобиля 200000 я наезжал и ничего не случилось ни с ремня внутри не были точно такие что сейчас 100000 что были 200000 я реально специально зал поменял сейчас ремни для того чтобы снять этот ролик и людям показать как на самом деле выглядит это дети ремни потому что есть видео ютюбе где вот как я говорил этот ремень показывали генератора просто который был там я не знал весь в каких-то таких жутких трещинах ну просто до самого основания и зубчатый тоже на самом деле это все неправда не знаю где-то человек снимал какие ремни вот но это все от митсубиси оригинала но оригиналы тайландского происхождения так сказать ничего японского в этом нету кроме наверное название поэтому я еще раз говорю что люди которые имеют такой автомобиль nitsubishi pajero sport или 200 можете спокойно себе ездить на этом автомобиле я просто утверждаю что ну 170 тысяч вы можете ездить без всяких проблем но хотя я думаю что и все 200 запросто можете прокатываться ничего с этим не случится тем более я думаю что не все ездят с такими нагрузками как я 180 185 километров в час разгоняя автомобиль и держа эту скорость там несколько часов на этом допустим 8 расстояние 1600 километров до керна со львова поэтому ну этот ролик как раз был посвящен состоянию вот этих ремней и насколько нужно быть все таки уверены в том что этот автомобиль хороший и не подведет в трудной ситуации с большим пробегом так что можете владельцы таких автомобилей можете быть спокойны и уверены в том что этот автомобиль и двигатель и эти ремни не подведут не оборвутся они сломаются всем хорошего настроения ролик вам понравился то кликните пожалуйста на ссылку которая будет внизу содержание спасибо